МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это «Айти не обойти» и я, Оксана Очкасова. В современном мире, когда количество технических достижений стремительно растет, а общение с людьми с разных точек планеты становится все доступнее, информация и развитие всевозможных способов ее передачи приобретают огромное значение. Расстояние, на которое можно передать информацию, заметно увеличивается. Аппаратура, применяющаяся в этих целях, становится более высокотехнологичной. Казалось бы, вот он предел совершенства, и уже невозможно придумать что-то лучше. Однако специалисты в области телекоммуникации и IT-технологий считают иначе и продолжают заниматься разработками. Они трудятся над повышением качества хранения, обработки, передачи информации и созданием новых механизмов информирования. А мы рассказываем вам об этом. Смотрите сегодня в программе. Как в Чувашии реализуется программа «Информационное общество». Каковы основные схемы СМС-мошенничества? И каким образом можно сэкономить на интернете и цифровом телевидении? Телекоммуникации и IT-технологии развиваются так интенсивно, что изменения в них происходят за сравнительно короткие сроки. Еще недавно мы с трудом могли найти что-то на просторах интернета и не знали, как пользоваться электронной почтой. А сегодня мы оплачиваем наши покупки, записываемся на прием к врачу и отправляем налоговые декларации, не выходя из дома. Существует даже государственная программа «Информационное общество», которая разработана для создания эффективной системы использования IT-технологий с максимальной выгодой для жителей России. Какими услугами могут пользоваться жители Чувашии и как развивается информатизация в республике, смотрите в следующем сюжете. Активное использование информационных технологий в Чувашии оценили на федеральном уровне. Республика стала 13-й среди регионов России по показателю развития информобщества. При этом в Приволжском федеральном округе у нас второе место. Такие данные опубликовали недавно в Минкомсвязи России. Ведомство оценило работу субъектов по нескольким направлениям – человеческий капитал, степень развития инфраструктуры, электронное правительство и использование информационных технологий в частной жизни. В Минкомсвязи заявили, что рейтинг поможет им оценить ситуацию с развитием информационных технологий в регионах более объективно. Однако результаты исследований будут полезны и субъектам, причем не только для отчетов, но и для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. В Чувашии в этом смысле повезло, инфраструктура в регионе выстроена. В Чувашии создана базовая информационно-телекоммуникационная инфраструктура, сформированы основные органы управления региональной информатизацией. Проводимые мероприятия позволили по итогам 2015 года выйти на 13 место среди субъектов Российской Федерации по уровню развития информационного общества, согласно мониторингу Министерства связи Российской Федерации. Успешно развивается в Чувашии электронное правительство. В прошлом году 40% всех муниципальных и государственных услуг были оформлены через интернет. С помощью единого портала госуслуг жители республики могут получить нужные документы без лишних проволочек. Одним из основных результатов реализации электронного правительства является система межведомственного электронного взаимодействия, по-другому СМЭФ. Она позволяет органам власти предоставлять гражданам услуги, не требуя справок и документов, уже имеющихся в распоряжении других органов. СМЭФ показывает свою востребованность. Если в 2014 году доля использования СМЭФ при направлении запросов к федеральным органам исполнительной власти составляла 94%, то в 2015 году она достигла уже 99%. На сегодняшний день в системе участвуют 13 органов исполнительной власти и все органы местного самоуправления, в том числе сельские поселения. Недавно успехи нашей республики в части информатизации оценили коллеги из Кировской области. Та команда, которая сегодня работает в Чувашской республике, занимается IT, мы хотим сказать, что это высокопрофессиональная команда. И именно от той команды, которая сегодня здесь работает, она определяет то, насколько сегодня задачи, которые стоят в сфере региональной информатизации, будут успешно решены. Точно и однозначно говорю о том, что в республике Чуваши эти задачи будут решены результативно, качественно установлены на сроки. Нужно говорить о том, что мы сегодня их решаем в условиях серьезных ресурсных ограничений. И вот тема решения задачи региональной информатизации в условиях ограничений – это важнейшая тема для наших ведомств. Отдельным предметом гордости для Чуваши является портал органов власти, один из популярнейших профильных сайтов в России. С помощью портала жители республики узнают важную информацию о своем городе. Именно на сайте в первую очередь появляется сообщение о чрезвычайной ситуации, изменения в законе или план праздничных мероприятий. Основным инструментом взаимодействия органов власти республики и ее населения остается официальный портал органов власти Чувашской республики. Это по-настоящему масштабный ресурс, объединяющий более 780 сайтов органов власти, подведомственных им организаций и муниципалитетов. Средняя посещаемость портала в будние дни достигает 39 тысяч. Хотелось бы отметить еще одно перспективное направление развития электронного правительства. Это предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а именно через портал госуслуг. По данным Росстата, в 2015 году более 48% жителей Чувашской республики получили услуги в электронной форме. Чаще всего граждане обращаются к ИПГУ, чтобы записаться на прием к врачу, устроить ребенка в детский сад, подать заявление на регистрацию брака. Сегодня, по данным Минкомсвязи России, на портал госуслуг зарегистрировано более 20% жителей Чуваши. Это позволяет нашей республике занять достойную позицию среди регионов Приволского федерального округа, а именно четвертое место. регистратуры оценили как пациенты, так и врачи. Удобство также отмечают и наши специалисты. То есть врачам, конечно же, удобно пользоваться электронной регистратурой, поскольку они тоже могут сразу же запланировать свою работу, могут сразу же спланировать прием пациентов, диспансерные группы, которых требуется активно вызвать к себе, могут спланировать диспансеризацию, проведение диспансеризации. То есть это достаточно удобная процедура, потому что также врач может самостоятельно воспользоваться услугами электронной регистратуры со своего рабочего места. Успехом у жителей республики пользуются и сервисы электронных дневников. В России их несколько. Они отличаются по дизайну и отдельным элементам, но их объединяет возможность следить за процессом обучения ребенка более пристально. В таком дневнике не закрасишь двойку корректором и не исправишь тройку на пятерку. Кроме того, с помощью сервиса учитель может подробно объяснить, за что получена та или иная отметка. Потому что можно найти, войти в этот журнал в любой точке. Если ученик болеет, мы можем высылать ему дистанционное задание. Или же у нас, получается, попадаем на праздники, а урок нужно будет провести, ну, в силу каких-то причин. Поэтому задание высылается прямо всему классу, и ребенок из класса видит все это задание в полном объеме в подробностях для ученика, включая презентацию, включая видеоролики, включая тесты, которые тоже составляет учитель для ребят. Обратная связь тоже есть. С помощью сервиса родители становятся полноценными участниками образовательного процесса. Теперь они могут не только проверять оценки своего ребенка, но и общаться с педагогами и психологами. Плюсов множество. Мне, как родителю, очень нравится в любое время зайти через телефон, через компьютер, посмотреть успеваемость моего ребенка, посещаемость. Много информации. Учителя пишут сообщения как родителям, так и ученикам. Можно посмотреть успеваемость ученика в динамике, сравнить с общей успеваемостью класса или по параллели. Ну и вообще, можно следить за домашним заданием ребенка, что ему задали. Теперь он не сможет сказать, что ничего не задано и скрыть свою нехорошую оценку. С помощью него можно узнавать расписание и разговаривать с другими учениками нашей школы. С помощью него нам удается всегда быть в курсе того, что происходит в школе благодаря объявлениям. Также мы можем скачивать файлы, чтобы просматривать дополнительную информацию. В школе мы можем попросить у любого учителя совета, если у нас что-то не получается. А также, скорее всего, мы присылаем другим ученикам файлы, так как в других местах это сделать трудно. И в других местах мы общаемся на более нешкольные темы. Подобные электронные системы, порталы и сайты делают жизнь современного человека проще, позволяя сэкономить деньги и самое главное время, которое можно будет потратить на более важные вещи, чем, к примеру, поход в регистратуру. С развитием технологии увеличивается не только количество предоставляемых услуг, но и количество мошенников. Не забывайте о безопасности в сети и за ее пределами. Сегодня наше предупреждение об СМС-мошенниках. Каждый год все больше людей теряют деньги и нервы, попадая в сети мошенников. И хотя нас постоянно предупреждают о возможных последствиях, мы остаемся наивны и поддаемся на их уловки. Мы расскажем о самых распространенных формах телефонного обмана. Будьте бдительны, а главное, расскажите о них своим родителям. Именно они чаще всего попадаются на такие провокации. Тип 1 под кодовым названием «Мама, я в беде». Такие сообщения чаще всего приходят вечером или поздно ночью и отправлены с незнакомого или неопределенного номера. Что делать? Не волноваться. Если вы попробуете позвонить, то номер будет недоступен, поэтому просто проигнорируйте сообщения. Если сомнения остались, позвоните детям на их личные номера, чтобы убедиться, что у них все хорошо. Второй тип «Перезвони немедленно». На этот раз в СМС не пишут о переводе денег, а просят перезвонить, что часто не вызывает подозрений. Что в результате? Звонок на этот номер платный и с вас спишут несколько сотен рублей за беседу с незнакомым человеком, который будет всячески затягивать разговор. Что делать? Позвоните ребенку на его личный номер, а не на указанное в сообщении. Если дозвониться не удалось, то спросите по СМС, кто пишет. Третий тип «СМС от банка». Здесь могут быть несколько вариантов. Например, ваша карта заблокирована. Что делать? Сохранять спокойствие и не перезванивать. Если вы позвоните по указанному номеру, то мошенник представится службой безопасности или клиентским сервисом банка и начнет разблокировку. Для этого он попросит вас назвать номер карты и пин-код или код CVV. Этих данных достаточно, чтобы проводить любые платежи с вашего счета. Помните, сотрудники банка никогда не спрашивают такую информацию. Еще один вариант обмана – перевод. Вам кажется, что в опасности ваши деньги, и вы начинаете звонить. Дальше схема, как в предыдущем случае. От вас получают информацию о карте, и вы оказываетесь в минусе. Не поддавайтесь на провокации. Банки так не пишут, и главное, они не присылают смс с федеральных номеров. Еще один тип, участившийся в последнее время под кодовым названием «чужие деньги». Сначала вам приходит смс о зачислении денег на счет, а через несколько минут смс об ошибке. Обратите внимание на номер, с которого прислано первое сообщение. Банки никогда не шлют смс с непонятных номеров. Обычно в поле отправитель стоит название банка словами или короткий номер 900, как у Сбербанка. Если все еще сомневаетесь, проверьте состояние своего счета и убедитесь, что ничего не поступало, и вы никому ничего не должны. Главное в любой ситуации сохранять спокойствие и не совершать поспешных действий. Без интернета и телевидения мы уже не представляем свою жизнь. Ежедневно мы видим и слышим огромное количество предложений. Подключиться, выбрать, добавить услуги, увеличить количество каналов и так далее. Как выбрать подходящий вариант и не прогадать? Можно ли сэкономить и получить больше услуг? Специально для Чувашии компания Мегафон разработала уникальное предложение Мегакомплект. Что это такое и как им воспользоваться, узнаем прямо сейчас. Чем заняться этим вечером? Таким вопросом абоненты Мегафона не задаются. Недавно оператор предложил пользователям из Чувашии новый уникальный пакет услуг Мегакомплект. В нем объединились мобильная связь, домашний интернет и цифровое ТВ от компании Чебнет. Таким образом можно получить все и сразу без лишних проволочек. Мы протестируем новое предложение вместе с Андреем Федоровым. Андрей – блогер. Инициатива подружить услуги его заинтересовала. Добрый день. Я бы хотел подключиться к Мегакомплекту. Можно ваш паспорт? Да, конечно. Про условия вы уже знаете, да? Да. Чем можете считать это антикризисным предложением? Подключение в услуги трех услуг 600 рублей. Списывается все с одного счета. То есть у вас услуга телефония. Можете звонить, можете смотреть телевидение и пользоваться интернетом за 600 рублей в месяц. Преимуществом также является, что если у вас нету телевизора, который поддерживает цифровое телевидение, аренда цифрового оборудования вам достается на целый год бесплатно. В дополнение к Мегакомплекту пользователь получает двухчастотную Wi-Fi-приставку, которая работает не только через интернет, но и с помощью ТВ-кабеля. Это настоящая находка для тех, у кого нет смарт-ТВ. Год бесплатного использования, простая настройка. Это гораздо проще, чем покупка нового телевизора. Итак, что в пакете? 57 телеканалов, в том числе 6 HD, с возможностью смотреть их на пяти разных устройствах. Домашний интернет на скорости до 100 мегабит в секунду. И специальный тариф «Все включено М-плюс». А это безлимитные звонки на номера мегафона по всей России, 300 минут вызовов абонентам других сотовых операторов Чуваше, 300 смс и 5 гигабайт мобильного интернет-трафика. А что, если бы мы подключали услуги по отдельности? Базовая цена цифрового ТВ по расценкам провайдера составляет те же 169 рублей в месяц. Интернета до 100 мегабит в секунду 550 рублей в месяц. Тарифного плана «Все включено М» 300 рублей в месяц. Учитываем бесплатную аренду приставки для тех, кому она нужна. Сравниваем и получаем более 40% экономии расходов. Мы запустили акцию совместно с брендом «Чивнет», поэтому пока ее действия ограничены территорией присутствия провайдера – городами Чебоксара, Новочебоксарской и поселком Кугесе. Но при этом Чуваше – это единственный регион, жители которого могут воспользоваться действительно выгодным предложением. Думаю, каждый, кто умеет читать деньги, оценит преимущество мегакомплекта. Андрей уже успел протестировать мегакомплекты, рассказал о своих впечатлениях. Первое, что приходит в голову – это удобство. Когда ты получаешь целый комплект в сук еще и по приятной цене, это избавляет тебя от лишней головной боли. А еще я узнал об одном бонусе. Помимо функции нотискрин, когда вся твоя семья может смотреть телевидение на разных устройствах, к мегакомплекту можно подключить еще 5 сим-карт. Мои дочери и жена обслуживаются в мегафоне. Я могу оформить их сим-карту на себя и перевести на тариф. Все включено N+, за 200 рублей в месяц, в месяц 300 рублей. Получить мегакомплект можно в любом из офисов мегафонов столицы Чувашия. А узнать подробности на сайте компании или по телефону 8 800 550 0500. На сегодня все. Используйте технологии себе во благо и упрощайте свою жизнь. Смотрите «Айти и не обойти» на национальном телевидении Чувашии и на нашем канале в YouTube. А я с вами прощаюсь. Всегда на связи Оксана Ачкасова. Субтитры подогнал «Симон»!